Так, ребятки, я тону, иду по льду. Вот такой интересный канал. Зайцы, лисы, следы. За мной лопнул лед. Меня начинает подтапливать. Видите, да, трещина со всех сторон? Это дневник фэтбайкера. У нас все замерзло. Мы хотели преодолеть ручеек. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Но все хрустит. У нас мороз. На данный момент где-то, наверное, минус 6, минус 7. Опа. Нашли интересный канал вдоль поля, по которому можно было пройти. Но лед не выдержал. Ну, все равно держит. Вот, вот так вот все это лопнуло. Так что осторожно, даже хороший сильный мороз, когда уже всякие мелкие прузики замерзли, то вот здесь вот, ух ты, все равно есть течение. Лед проваливается. Смотри, как красиво. Солнышко. Минус 6, минус 7. Лес. Мы путешествуем. Все поможем. Мой фэтбайк. Откатался я на нем уже 4 года. Покрышка стерлась. Вот до такого состояния. Ну, отлично. Даже по льду, даже по грунтам. Все едет офигенно. Ничего не проскальзывает. Не падаю. Катаюсь. Сейчас покажу, как я одет. Вот я перевернул. Такая шапка. Флисовая, теплая, с ушами. Вообще не мерзну. Пуховочка. Под пуховочкой просто термобелье. И все, очень тепло. От минус 5 до минус 25. Можно вот так кататься без проблем. Ну, конечно, на шею надо какой-нибудь баф надеть. Перчатки флисовые. Мобордические штаны. И теплые ботинки с двумя носками. И офигенно. Смотрите, какая красота. Из-за кто-то ходил. Лед лопнул. Выдавило воду. И теперь все замерзло намертво. И следы. Это мышиные следы. Мышь бежала. Это заяц. Скакал. Десился. А вот этот за ним, походу, гонялась собака. Или просто бегала, нюхала что-то тут. Вот такая красота. Сейчас мы туда идем. Там будет пруд. Судя по карте. И вот здесь вот кто-то лед продавил. Но это было явно давно. И поэтому уже все замерзло. И теперь здесь можно идти безопасно. Да, вот там впереди промоины. Тут мы все обходили. Посмотрели. Красота. Здесь уже лед не хрустит. Но вот я не знаю, насколько это визуально видно. Что поверхность ко всем пням поднимается намного выше. А вот где я стою. Здесь уже такое как бы углубление. Катайтесь на фетах. Зимой на фетах очень классно. Мне очень нравится. Летом, конечно, на фете не прикольно. Фет только для зимы. В такие места можно забираться. Здесь очень хорошо видно, насколько лед уходит туда вниз. То есть около берега тонкий-тонкий слой намерзает. И по мере ухода воды и испарения воды в центре получается как будто глубокая тарелка изо льда. То есть в центре он толстый, а по краям он тонкий и проваливается. Поэтому вдоль берега, где промойных, ходить очень опасно. А вот около берега лед достаточно тонкий. Провалился конкретно, продавило. Смотрите, какие трещины большие. А дальше вот идти можно вполне себе спокойно. КОНЕЦ